Просто начнём лекцию, поскольку по времени уже довольно много народу присоединилось, и время наше уже наступило. Поэтому тогда я просто передаю слово Кириллу Николаевичу Строгановской академии. Он уже у нас одну лекцию прочитал, это вот вторая лекция, я тоже надеюсь, что мы её выложим. На сайте, потому что много желающих, ну я думаю, вообще это очень будет полезно, можно будет возвращаться к этому материалу. Тогда передаю слово Кириллу Николаевичу Строгановского Согласия. Наверное, надо сказать, что Кирилл Николаевич возглавляет кафедру, это, наверное, может, не все знают. Да, ну мы уже в прошлый раз его представили, но можно и второй раз. Да, уважаемые коллеги, я могу сам представиться быстро, да, по-стандартски. Добрый день. Вот я, значит, меня зовут Кирилл Николаевич Гаврилин, я заведую кафедрой истории искусства и гуманитарных наук Строгановской академии, кандидат искусствоведения. И мы, в общем-то, очень давно партнерствуем с Институтом мировой литературы имени Горького, делаем совместные публикации, научные конференции. И вот это взаимодействие важно, конечно же, и для Строгановской академии, и для института, потому что истории наших институций уходят своими корнями в прошлое. Да, в общем-то, ваш институт имеет такую мощную историю, да, и наш вуз тоже был основан еще в 1825 году графом Строгановым. В 1918 году императорское училище было преобразовано во Вхутемас, вот, и, безусловно, мы всегда взаимодействовали с писателями, всегда выпускали художников книги, и до сих пор художники книги занимают, художник книги занимает очень важное место в работе нашего вуза, мы участвуем тоже во всех книжных ярмарках и так далее. Вот, ну и вот здесь вначале я бы хотел анонсировать нашу следующую лекцию. Вот, Марина Альбиновна, правильно я говорю? В следующий раз мы можем встретиться уже в Строгановской академии, ознакомиться с ее музеем, которому 160 лет, и посмотреть фонд редкой книги, в том числе Вхутемасовских книг, вот, которые продолжат наши диалоги, наши диалоги. Вот. Да, вы нам просто скажете дату, и мы к этой дате тогда приурочим наше следующее заседание. В начале июня, наверное, да, вот так лучше, удобнее. Лучше первого числа там среда, потом будет, по-моему, восьмое июня среда. Хорошо, хорошо. Вы тогда скажите, какая лучше дата подходит, ну, или, может быть, не в среду, но, как бы, вроде бы, так сказать. Ну, в начале июня найдем тогда время обязательно. Вот. Дорогие друзья, я посмотрел внимательно журналы «Современный Запад», да, номера за 1922, 1923, 1924 годы. И сразу хочу сказать, что для нас, для историков искусства и арт-критиков, это довольно важный материал, потому что, когда мы учились в Московском государственном университете, вот, мы обязательно слушали лекции по истории отечественной художественной критики и работали на семинарах по критике и, конечно же, читали-читали статьи Абрама и Фроса, Николая Радлова, вот, и других авторов, которые как раз публиковались в этом журнале. Сразу хочу сказать, что вот это вот время, первая половина 20-х годов, довольно сложное для нашего государства, вот, потому что оно находилось фактически в политической изоляции, ну и, соответственно, довольно сложное и для нашей культуры. Во-первых, в начале 20-х годов завершается гражданская война, да, в 1922 году, так сказать, начинает свою историю Советский Союз как государство, да, и вот признание Советского Союза тоже заняло, так сказать, некоторое время, да, политическое признание Советского Союза. И как раз Советский Союз использовал очень часто как раз культуру, да, литературу, искусство как важный инструмент для установления диалогов со странами Запада. И вот помимо журнала «Современный Запад» были другие журналы, которые отражали как раз интерес к новому западному искусству и давали довольно подробные анонсы о том, что происходит. Это, как ни странно, журнал «Среди коллекционеров». Помимо всего прочего, журнал «Печать и революция». Вот, также поступали регулярно эмигрантские журналы начала 20-х годов, либеральное время, например, «Жар птица», которые тоже давали представление о развитии современной культуры Запада. И был довольно популярен у нас франкоязычный журнал «Леспринуво», который тоже освещал и литературную, и художественную жизнь. И вот в этом смысле журнал «Современный Запад» он как раз как бы ложится вот в это вот русло. Почему еще вот такая особенная осведомленность современной художественной культуре Запада была свойственна нашей критике того времени? Ответ очень прост. В Москве в 1900-1910 годы были собраны лучшие в мире коллекции современного западного искусства. Это коллекции Щукина, Морозова, это коллекции Рябушинских, которые тоже включали в себя произведения современных западных художников. И уже в 1900-1910 годы начала развиваться такая вот художественная критика, арт-критика, которая анализировала новейшее искусство. Это очень смело, это очень ново, потому что не было вот такой вот поддержки новейшему искусству еще в странах Запада. Не было вот таких крупных коллекций. Мы должны осознавать, что коллекции Морозова и Щукина и коллекции Рябушинских, которые включали в себя не только иконы, пейзажи передвижников, но и произведения современных художников. Вилла «Черный лебедь» была как раз хранилищем таких произведений, символистов и представителей раннего авангарда, не только русских, но и западных. И в этом смысле мы, конечно же, отличились. То есть это первые полноценные коллекции на европейском континенте, и появились они не где-то там, а в Москве. Соответственно, опять же, в Москве рождается первый музей нового западного искусства. Он был основан в 1922 году и просуществовал до 1943 года. Он включил в себя национализированные коллекции Морозова, Щукина, Рябушинских, других собирателей. И вот этот музей тоже стал эпицентром интереса к современной художественной культуре Запада. Ну и вот тоже, предваряя разговор об этом журнале, я бы хотел сказать, что Советский Союз уже в 1922 году продвигает свое имя на художественных выставках. Ну, прежде всего, я бы отметил международную такую вот большую выставку в Берлине в 1922 году, где были выставлены все известные русские художники, представители авангарда, и Малевич, и Татлин, и Штернберг, и братья Стенберги, и многие другие. В это время закладывается прочное взаимодействие в Хутемаса, бывшего императорского Строгановского училища, и Баухауса. И Советский Союз вызывает такое вот сочувствие среди представителей немецкой интеллигенции. Эта история взаимодействия продолжится, потому что затем в Москве в 1924 году в историческом музее будет открыта первая всеобщая германская художественная выставка, произведения с которой будут приобретены для Музея нового западного искусства. То есть шло комплектование этого музея. Там появились произведения экспрессионистов. И говоря об этом международном взаимодействии, я бы отметил Нью-Йоркскую выставку 1925 года. Она выходит за пределы существования нашего журнала, но отчетливо показывает вот это движение. Как раз этой выставке была посвящена экспозиция в Музее русского импрессионизма не так давно. И это тоже была манифестация новой культуры. Однако в отличие от такой вот радикальной авангардной берлинской выставки, Нью-Йоркская выставка скорее давала широкую панораму современного русского искусства, искусства той поры, от поздних передвижников и поздних мироискусников до самых смелых представителей новейшего искусства. Ну и, конечно же, признание Советского Союза происходит в 1924 году. И в этом процессе наша страна делала большую ставку на Францию. Во-первых, Франция сыграла большую роль в послевоенном устройстве Европы. Во-вторых, она играла большую роль в Риге наций и в политической картине международных отношений той поры. Не будем забывать, что французский язык в те времена считался языком международного общения и дипломатическим языком. Все дипломатические документы велись на французском языке. И у России установились такие прочные культурные связи с Францией. Поэтому, если мы начнем анализировать, что происходит в начале 1920-х годов, то заметим, что Франция была в приоритете. Например, Ленин произносит в 1922 году. Всякое сближение с Францией для нас чрезвычайно желательно. Он дает такую политическую установку. Луначарский курирует литературные и художественные издания, деятельность переводчиков и так далее. То есть связи в области изобразительного искусства, о котором я сейчас как раз хочу рассказать, именно в начале 1920-х годов усиливаются. Опять же, французские левые очень активно выступают за Россию и Советский Союз в начале 1920-х годов. Французская компартия была организована в 1920-м году, как вы помните. И все знаменитые французские писатели, поэты, мыслители, художники становятся членами компартии или выражают, проявляют дружеские чувства к молодому государству. Это и политические деятели, среди которых Эрио, и ученые, такие как Андре Мазон, Поль Ланженвен и многие другие. Среди писателей Ромэн Ролан, Анатоль Франца, Андри Барбюс, Жак Садуль, Поль Ваян Кутюрье, Луи Арагон, Поль Элюар и многие другие. Из архитекторов и живописцев это, конечно же, Журден, Корбюзье, который вообще делает генеральный план Москвы, помните, и даже оставляет в середине 20-х годов в Москве свои проектные решения, такие как здание Центра Союза. Он мыслит Москву таким новым утопическим городом. В какой-то смысле его видение новых городов сопоставимо… Здесь можно привести два примера. Это план Вуазен, план перестройки Парижа, 25-й год, и это же время план перестройки Москвы. И в том и в другом случае он предполагает снести центр города. Если в Париже возвышаются билдинги, небоскребы в самом центре, на месте Лувра и всех вот этих никчемных заплесневелых зданий, то в Москве его уговаривают сохранить Кремль, но город должен приобрести в плане очертания пентаграммы и должен заполниться ультрасовременной архитектурой. Он должен быть зонирован по каким-то новым принципам и так далее. То есть левые видели в молодом Советском Союзе пространство реализации своих утопических замыслов, экспериментов, своих идеалов, иллюзий, мечтаний и так далее. Также Люрса, который известен не только как живописец, рисовальщик, но и мастер монументального искусства. Он делал витражи, текстиль и так далее. Синьяк, Пикассо, Леже, Андре Лотт, Альберг Лес. Это вот как раз те, кто представляют новое искусство. Ну и, конечно же, Ромэн Ролан и Анатоль Франц были такими как раз людьми, которые всячески продвигали вот эти связи, невзирая на изоляцию. Анатоль Франц писал в газете «Юманите». Если в Европе есть еще друзья справедливости, они должны почтительно склониться перед этой революцией, которая впервые в истории человечества попыталась учредить на народную власть, действующую в интересах народа. То есть вот этот идеологический, исторический аспект мы, конечно же, должны обязательно учитывать, глядя на журнал «Современный Запад». Ну вот, опять же, если говорить о новом французском искусстве, то нельзя не вспомнить размышления и впечатления Маяковского, Маяковского, который, в общем, как-то критически воспринял новое французское искусство во время своей поездки в Париж в 1922 году. Сейчас я вот процитирую Маяковского, потом начнем смотреть картинки и анализировать журнал. Значит, вот посетив осенний салон, Маяковский был разочарован Жоржем Браком, отмечая, что это не прежний брак, железный и решительный, с исключительным вкусом, а размягченный, облизанный салоном. Сейчас посмотрим просто вот иллюстрации к Маяковскому. В памяти Маяковского прежний Кес Ван Донген возникал как автор дерзкой красной танцовщицы из Московского музея. Она, кстати, принадлежала Рябушинскому, владельцу вашего особняка. И теперь Маяковский видит другого Кес Ван Донгена. Он критикует его картину «Нептун», которую охарактеризовал так, кавычки открываются, еще невероятнее оперный старик с трезубцем. Ну, давайте посмотрим картинки. Оперный старик с трезубцем. Маяковский был не одинок. Потом в критических статьях Радлова, Эфроса, вот в этом журнале «Современный Запад», мы увидим, что порой очень так свысока относятся к новому западному искусству, которое начинает обуржуазиваться и покрываться лоском, свойственным вкусом арнуво, таким вот буржуазным вкусом. Тем не менее, вот посмотрите, обложка «Современный Запад». Помните, мы ее охарактеризовали как супрематическую. Вот ее автор Анинков. И вот здесь я нахожу картину Жоржа Брака «Музыкальный столик». Вот кубистическая картина 1913 года, динамика построения композиции которой очень напоминает эту обложку с таким динамическим прямоугольником, шрифтами характерными, какими-то ритмами и так далее. То есть, возможно, эта картина Жоржа Брака послужила неким референсом для Анинкова, создавшего эту обложку. Следующее, на что хочу обратить внимание, вот на одновременный французский журнал «Лесприн Уво», который очень любили в Москве, его упоминали критики. Этот журнал издавался в конце десятых, в начале двадцатых годов почти одновременно и тоже анализировал и искусство, и литературу. Такой вот новый стиль подачи полиграфии. Но вот обложка из «Лесприн Уво» скорее напоминает графику дадаистов, где главенствуют какие-то знаки, цифры, числа и диаграммы и так далее. Вот красная танцовщица Кес Ван Донгена, которая находилась когда-то в особняке Ребушинского и теперь находится в Эрмитаже. И, конечно, это смелый такой вызывающий и антибуржуазный Кес Ван Донген. А теперь вот как пишет Маяковский, значит, оперный старик с трезубцем, да, очень так критически. Также Маяковский сердится на Меценже, да, Меценже представлял кубизм, тоже восхищал русских, он был, есть и в наших коллекциях, хотя довольно редок, в отличие от Пикассо. Вот его купальщицы 1912 года, понимаете, как оглядывались на Меценже русские кубофутуристы, да, вот этот вот пейзаж, такой вот аналитический кубизм. И вот Маяковский отмечает картину Меценже, увиденную им на салоне, значит, Меценже, который от кубизма перешел, цитирую Маяковского, к жанровым картинкам с красивеньким пьеро. Вот как раз красивенький пьеро с салона 1922 года. То есть французское искусство меняется, обуржуазивается и меняет свой такой вот характер, свои вызовы и так далее. Также Маяковский сопоставляет ранние натюрморты Жоржа Брака, кубистические натюрморты и вот такие фигуративные, силуэтные, которые тоже он называет, опять же цитирует, извините, брак у нас, да, железный решительный с исключительным вкусом, вот брак до, да, и теперь после, да, только тут дата у нас у натюрморта неправильная стоит, натюрморт не 2013 года, а как раз 2022, вот неправильно скопировалась дата, да, то есть он облизанный салоном, обращается к фигуративным мотивам. Ну и вот теперь я предлагаю после такого вот поступления рассмотреть как раз статьи журнала. Ну здесь я хочу сказать, что Маяковский во время своей поездки общался с Вернаном Леже, Леже подарил ему свой рисунок композиции, он сейчас находится в Пушкинском музее с дарственной надписью Маяковскому на память о его посещении моей мастерской. Ученица Малевича Надежда Ходосевич Леже уже, так сказать, была в Париже и уже была знакома с Леже, выступая в качестве его помощницы. В музее Кремля, кстати, не так давно открылась выставка ее произведения, это правда ювелирные произведения, но сделаны по супрематическим мотивам 20-х годов из блокнота, Витебского блокнота, который Надежда Ходосевич Леже принесла с собой, переходя фронт. Линию фронта в 1918 году. Она очутилась в Польше, потом отправилась во Францию. Такая вот занимательная история. И, конечно же, Маяковский восхищается в Париже не живописью, а Эйфелевой башней, которая, по его мнению, ничуть не устарела, она устремлена в будущее, и она красиво сочетается с красавцами-самолетами, как он писал, которые выступают на смотрах Бурже и пролетают мимо Эйфелевой башни. Действительно, художественная жизнь Франции изменилась. Но, тем не менее, Франция до сих пор остается великой художественной державой, в орбите которой развивается все европейское искусство. Этот статус Франция потеряет после Второй мировой войны, когда Соединенные Штаты заявят о себе как такой вот центр новой художественной культуры. США, принявшие эмигрантов, художников-эмигрантов, создавшие мощные коллекции современного искусства, конечно же, с большим опозданием, в отличие от нас, но, тем не менее, построившие музей Соломона Бугенхейма, заявляют о себе как вот такой вот новый центр. Вот поэтому Париж для русских того времени по-прежнему вот такая вот мощная столица. Вторая столица, которую видят русские, это Берлин, а, конечно же, где-то за Берлином следует Мюнхен. Вот три международных столицы нового искусства, на которых оглядываются русские в 10-е и 20-е годы. Но авторы нашего журнала выделяют только Париж и Берлин. Ну и вот я бы хотел начать с более такого вот раннего номера. Это номер 3 за 1923 год, в котором как раз фигурирует статья о дадаизме. Автор этой статьи – Абрам Эфрос. И прежде чем я скажу об этой статье, я бы хотел напомнить о том, что Абрам Эфрос довольно рано заявляет о себе как выдающийся художественный критик. Он ведь публикуется уже, так сказать, с конца 10-х годов. Он пишет о мирискусниках, о глоборозовцах, о Сапунове, о Павле Кузнецове, о поздних передвижниках, об Остроухове. Он пишет статьи об Угновом Валете, делает обзоры выставок. Он также обращается к новым советским живописцам, не только представлявшим авангард, но и ОСТ, общество станковистов, куда входили Дейнека, Пименов. То есть аббревиатура ОСТ появилась не случайно. Общество станковистов. Дело в том, что художники авангарда утверждали, что станковая картина умерла, она никому не нужна. Картины потеряли заказчиков, традиционные жанры живописи потеряли всякий смысл. Художник должен идти в производство, создавать какую-то новую архитектурно-художественную среду, участвовать в создании полезных вещей. В этом смысле как раз Футемас, который я представляю, был флагманом вот такой вот идеологии. И вот нужно отдать дань уважения Ефросу, который как раз выступал за плюрализм художественной жизни. Он не был радикалом, в отличие от критиков, примыкавших к пролеткульту. Он приветствовал и традицию, и все новое. И, конечно же, он стал заступаться за остовцев, которые декларативно заявили о том, что они будут отстаивать права станковой картины. И как раз остовцы ориентируются на какие-то новые традиции фигуративной живописи, которые появляются, новые тенденции, опять же, в странах Запада. Поэтому в последнее время историки искусства нередко сопоставляют творчество Денеки, Пименова, других остовцев с Нийского, с одновременными такими художественными явлениями в жизни Италии, Франции, Бельгии. То есть это некий единый художественный процесс, который, на самом деле, невзирая на политическую изоляцию Советского Союза, не был прерван. Не был прерван, в отличие от наших дней. Также Эфрос открывает Фаворского, называя его Сезаном современной ксилографии. Помимо всего прочего, он занимается и литературной, и театральной критикой, и состоит членом правления, заведующим отделом нового и новейшего искусства Государственной Третьяковской галереи, хранит в галерее отдел французской живописи. С 1928 года он является заместителем директора в научной части Музея изящных искусств и заведует картинной галереей музея. Был организатором целого ряда выставок, в том числе выставки, посвященные десятилетию Октябрьской революции, выставки новейшего французского искусства, которая тоже передала свои некоторые произведения в дар Музею нового западного искусства, которое существовало в Москве до 1948 года. То есть коллекции Морозова, Щукина и остальных неделимо хранились в нашем городе и экспонировались вместе. Потом, как вы помните, печальную историю послевоенную. Их разделили между Эрмитажем и Пушкинским музеями. Кстати, покойная Антонова ратовала за воссоединение этих уникальных коллекций. Потому что действительно, ну как так? Да, там целый ансамбль картин художников из группы Наби. Да, вот там, значит, Морис Денис создает ансамбль для зала. Часть этого ансамбля, оказывается, в Москве, часть в Петербурге. Они взаимосвязаны между собой, так же, как скульптуры Майоля, рассчитанные на это пространство, и вазы, майоликовые вазы Дени, и мебель, которую спроектировал Дени. То есть это вот такие вот синтетические ансамбли для Морозова и Щукина, убранства комнат. Это тенденции вкуса этих уникальных коллекционеров, среди которых были и братья Ребушинские. Ну вот, и, конечно же, все это было близко Эфросу. Также Эфрос привлек Марка Шагала к работе в Московском еврейском камерном театре. Большие панно из этого театра хранятся в Третьяковке. Они датируются 1920-м годом. По сути дела, они созданы по заказу и по инициативе Эфроса. То есть Эфрос – это, в общем-то, выдающийся такой вот искусствовед, историк искусства, арт-критик, музейный деятель, куратор выставок. Трудно как-то недооценить его вклад в нашу художественную культуру. Он выдающийся лектор. Он преподавал и в Московском государственном университете историю искусства уже позже, в 1940-е годы. И преподавал в государственных художественных свободных мастерских в 1920-м году, которые были открыты в Строгановке. То есть он преподавал у нас. И потом вот эти государственные свободные художественные мастерские были преобразованы во Вхутемас. То есть он тоже был вхож в эти свободные художественные мастерские во Вхутемас. В истории русской художественной критики можно, наверное, выделить два глобальных имени, которые оказали такое мощное влияние. Это Александр Бенуа, вокруг которого группируется мироискусническая критика с ее ретроспективностью, описательностью, изучением наследия, анализом творчества художников-символистов. И вот как раз мироискусники Александр Бенуа объединили литераторов и художников на страницах своих журналов. И такую же роль сыграл Абрам Эфрос как раз на страницах журнала «Современный Запад», где он тоже, как член редколлегии этого журнала, объединяет писателей, поэтов, критиков и показывает взаимодействие разных видов творчества и их неразрывную связь в художественной культуре нового века. Но вот два таких полюса новой критики, которые повлияли на развитие отечественной художественной критики. Это как Платон и Аристотель в греческой философии. Вот Бенуа и Абрам Эфрос в истории отечественной художественной критики. И в этом смысле, конечно же, Эфрос выступает в роли такого анти-Бенуа. Вот посмотрите, одна из его первых статей в журнале за 23-й год посвящена группе Дада, группе дадаистов. Известно, что группа Дада возникла в годы Первой мировой войны в Швейцарии, в Цюрихе, вы знаете, всех ее идеологов и так далее. Но сведения о этой художественной группировке появились довольно поздно в нашей литературе, в нашей арт-критике. И вот о чем пишет Эфрос. Футуризм был последним течением мирного времени, но уже предвещал войну и исчез в войне. Свою международную широту он обрел накануне ее наступления, а его ранняя героическая эпоха была давно позади. Футуризм принес 1914 году свой пафос уже исчерпанным, а формы изношенными. Он сразу размяк и рассыпался, как только пахнуло кровью, и огневые границы нападающих и обороняющихся государств прорезали его широчайшую космополитическую и бесформенную ткань. Он отмечает такой милитаристский пафос футуризма. Вы помните, что многие писатели, поэты и художники футуризма приветствовали войну, фашизм и национализм в Италии, когда к власти впоследствии будет приходить дучи и так далее. И вот здесь он противопоставляет футуристам дадаистов. И в этом смысле, конечно же, дает подробный очерк развития этой группы, ее художественных и литературных манифестов на страницах своей статьи. Он говорит о том, что, с одной стороны, дада связаны с футуризмом, невзирая на то, что как бы противопоставляются ему. С другой стороны, художникам-экспрессионистам, которые предшествуют тоже многим идеям дада, таким как Георг Гросс. Также показывает связь дадаизма с Паулем Клея, который, в общем-то, вышел из художественной культуры символизма. Да, вот такой вот мистик Пауль Клея, который был одержим идеями левитации, каких-то галлюцинаций, странных явлений, прозрений и прочее. И, конечно же, писатели и художники, представлявшие дада, дают такой опыт взаимодействия текста, шрифта, новой поэзии, новой литературы и графики. Вот здесь перед вами рисунки Ханса Арпа, который прежде всего прославился как выдающийся скульптор и рисовальщик, а также Пикабея, который громко заявил о себе еще в период кубизма и потом перекинулся в лагерь дада. Ну, если говорить о самом термине дада, то, в общем-то, не так давно было установлено, что один из создателей Кабаре Вольтер, Гога Баль, был увлечен такими вот мистическими, метафизическими какими-то прозрениями Дионисия Ареапагита, который будто бы дважды явился ему в галлюцинациях. Вот, поэтому, да, это инициалы Дионисия Ареапагита, который явился дважды Гога Балю. Да, да, да. Вот, потому что ранее, как вы помните, так сказать, уже вот и современники трактовали довольно вольно этот термин, что это и детская игра в лошадке, и двойное утверждение, но это все же не так. Известно, что в 1923 году Баль написал книгу о византийском богословии раннем, да, о его таких вот мистических корнях, о мистическом богословии. Вот, и в этом смысле Баль тоже уходил своими корнями в поздний символизм. Здесь достаточно вспомнить художников группы Наби, да, Наби в переводе с французского пророки, вот, которые как раз были увлечены тем же самым. Поэтому, когда мы начинаем анализировать вот что-то из авангарда, да, мы видим сразу, что авангард не только вот вырос на отрицании предшествующей традиции, но и просто вырос из нее, да, так сказать, интерпретируя наследие как-то вот по-новому, по-своему и находя там что-то принципиально новое. Вот. Довольно большая статья, в которой Эфрос анализирует также гласолалию, да, вот эту вот основу поэзии дадаистов и связь вот этой гласолалии с графикой, с рисунками. И одновременно он обращает внимание на то, что все это знакомо нам по творчеству крученых, все это также фигурировало в творчестве иммажинистов, и в довольно презрительном ключе упоминает одну современную дадаистам группу российскую, относящуюся к этому времени, это как раз 20-е, 22-е годы, это группа Ничевоков. Ну, вот такими вот столицами Ничевоков были Ростов-на-Дону, где они впервые провозгласили свою группу в 1920 году, и также Москва. Вот. Известны тексты Ничевоков, их манифесты, да, манифест от Ничевоков, декрет о Ничевоках поэзии. Вот. И известно вот и поздний манифест Ничевоков, в котором они как бы оглядываются на дадаизм, и этот поздний манифест 22-го года называется так, да здравствует последний интернационал дада мира. То есть получается, что Ничевоки раньше, чем Эфрос, транслируют вот эти вот знания о группе дадаистов. И вот Эфрос довольно презрительно называет их провинциалами, которые там плетутся в хвосте и, в общем-то, как бы подражают дадаизму. Но на самом деле, вот я только вот краем глаза смотрел вот какие-то тексты Ничевоков, они довольно оригинальны. Вот в группе Ничевоков были довольно интересные люди, вот их лидер Рюрик Рок впоследствии эмигрировал в Западную Европу и в США, стал довольно известным киносценаристом. Вот. Или, например, Борис Зименков, да, он мне известен как участник анархистских журналов, как художник, как поэт, как литератор. А позже, в 30-е годы, он совершенно меняется. И если вы наберете его имя, Борис Зименков, то прочитаете о нем как о москвоведе, краеведе. Он писал книжки про старую Москву, сам их иллюстрировал. И даже никто не может заподозрить в Зименкове такого вот смелого радикала. Морингов довольно тонко замечает такие вот связи ничевочества и необуддизма, да. Вот. Ничевоки декларируют вот это, так сказать, какие-то буддийские категории, да, размышляют о пустоте, сансаре и так далее. То есть, опять же, невзирая ни на что, здесь есть местная почва, да, о которой мы говорили в прошлый раз. Вот. Это все та же самая пресловутая теософия, необуддизм, антропософия, потому что, в общем-то, эпицентром распространения этих идей исторически была Россия, да. И вот эти исторические связи России с Швейцарией и Германией и Великобританией в этом смысле не говорят ни о чем новом. Вот. Действительно, в 900-е, 10-е и 20-е годы Москва и Берлин, да, вот эта вот буддийская Москва, как писал поэт, вот, по-прежнему являются крупными центрами теософии. Поэтому, когда в Русском музее делают выставку, там, космизм, да, и кураторы пытаются рассмотреть поиски русских художников 10-х, 20-х годов одержимостью научным знанием, это выглядит очень однобоко. И кажется, будто мы очутились в 1075 году, где вот только так, только в таком формате можно поговорить о художниках-космистах. Понятно, что там очень много вот тех самых странных учений и кружков, которыми изобиловали Москва и Петербург до начала 30-х годов. Поэтому вот о влиянии вот этого странного идейного наследия на нашу литературу и художественную культуру нельзя как-то умалчивать, нельзя это игнорировать. Вот искусствознание это было таким общим местом. И я, наверное, лет 15 назад впервые стал как-то заявлять об этом в своих статьях, потому что многие русские художники были просто членами таких странных кружков и сообществ. И здесь вот, на мой взгляд, ничегоки не настолько уж и провинциальны, невзирая на то, что они говорят о своем родстве с Дада. Таким образом намечается некая дискуссия. Маяковский заявляет о провинциализме современной французской живописи, современного французского искусства, которое осолонилось, обуржуазилось. И Эфрос, в общем-то, видит некий провинциализм в наших каких-то радикальных течениях и направлениях художественных. Ну, если говорить о других публикациях этого журнала, я бы отметил также статью о Георгии Гроссе, Георгии Гроссе, также Эфрос, этот же номер за 23-й год. Вот, он выделяет этого художника с его антимилитаристским пафосом и одновременно отмечает силу рисунка Гросса, его связь с литературой, с некой вот такой вот повествовательностью. Вот, и одновременно отмечает его такое вот странное родство с Паулем Клея. Вот, и вот что пишет Эфрос. Клея остался и не мог не остаться чисто местным, типически немецким явлением, видимо, отмечающим какому-то изгибу специального вкуса и великовозрастному вундеркинству. Этого своего органического порока до сих пор он не преодолел. Да, кажется, не чувствует в этом потребности. До масштабов вне германского, общеинтересного, почти европейского явления разросся один гроз. И вот здесь Эфрос, конечно, не то чтобы кривит душой, но создает такой социально-политический ракурс. Критика, арт-критика журнала «Современный Запад» обращается к таким вот социально ангажированным художникам, таким как немец Георг Гросс и бельгиец Жак Мазерель, которые как раз выступают против войн современного европейского общества, политического переустройства Европы и строят свои дискуссии на таких вот антибуржуазных декларациях, очень часто выступая иллюстраторами известных писателей. Вот рисунки Георга Гросса, и вот вы сами видите, здесь такая вот острая социальная критика, свойственная немецкому экспрессионизму, его антимилитаристский и такой вот антибуржуазный пафос, и вот некая повествовательность, которую совершенно справедливо отмечает Эфрос в творчестве этого виртуозного рисовальщика. Эфрос отмечает, что стиль Гросса некоторые критики называют инфантилизмом, инфантильным, детским, наивным, но он возносит Гросса до таких вот высот новейшего искусства, повернувшего свое лицо в сторону Молодого Советского Союза. Также в этом номере публикуется манифест Маринетти. Вот первый манифест Маринетти был хорошо знаком русским. Это манифест 1909 года. Маринетти приезжал в Москву, выступал перед нашими художниками-поэтами. А здесь обновленный манифест, который называется «Новая религия. Мораль скорости», где он поспевает скорость и машинерию новой индустриальной эпохи. Скорость разъединяет молекулу, скорость уничтожает, скорость смягчает. Только скорость сможет убить дряхлый, сентиментально-культурно-пацифистский свет Луны. «Итальянцы, будьте быстрыми, и вы станете могучи, оптимистичны, непобедимы, бессмертны». Ну и здесь как раз тот пафос, который подхватят поздние футуристы с восхищением, встретившие уже становление фашизма в конце 20-х годов. Есть также любопытная статья о попытках культурного сближения Франции и Германии и в области литературы, и в области искусства. Ну и, конечно же, есть небольшой раздел, так же как в журнале «Восток» в конце, посвященный хронике «Живопись, архитектура, скульптура». Вот, и вот в этой хронике описываются различные выставки, какие-то события в области искусства, современной критики, которые происходят в странах Запада. Теперь предлагаю посмотреть следующий номер. Это номер журнала «Современный Запад» номер 1 за 1922 год. Здесь любопытная статья, интересная статья. Сейчас, минуточку. Я просто взял в библиотеке сам журнал. Николай Радлова «Современное искусство Франции и Германии». Он как бы продолжает вот эту тему, выделяя Францию и Германию как два самых главных, самых важных эпицентра нового искусства во всем мире. Ну, Радлов второй представитель, крупнейший представитель новой художественной критики. Вот, он происходит из такой довольно важной семьи. Вот, его брат был режиссером, довольно известным. И учился Радлов в Академии художеств, потом в студии Кордовского и Лансере как художник. Также Радлов побывал в Мюнхене и соприкоснулся со школой Ашбе, знаменитой, из которой вышли многие такие вот современные художники, европейские и русские. Попал под влияние книги Гильдебранта «Проблема формы в изобразительном искусстве», который как раз проговаривает категории, такие вот формальные категории нового искусствознания. Радлов публиковался на страницах журнала «Аполлон» в 1913 году, где изложил как раз теорию двух установок зрения, исходя вот из этой книги Гильдебранта. Также он известен как автор книги «Рисование с натуры». То есть мы должны понимать, что Радлов прежде всего художник и критик. Если Эфрос объединял в себе театрального деятеля, писателя, историко-искусства и критика, то Радлов художник, он смотрит на искусство с другой точки зрения. Также Радлов увлекался археологией и делал публикации по археологии еще в 1910-е годы. Сотрудничал с сатирическими журналами «Времени». И также был сотрудником журнала «Новый сатирикон», где освещался об эти культурной жизни Запада. Дело в том, что Радлов хорошо владел европейскими языками и поэтому делал вот такие вот обзоры на страницах журнала «Новый сатирикон». То есть он начал заниматься арт-журналистикой довольно рано, можно сказать, со студенческой скамьи. Потом после этих обзоров, таких вот, которые базировались на переводах, он начинает собственные обзоры столичных выставок и проблем современного искусства. Он прославился своим очерком о Валентине Серове, опубликованном в 1914 году, и также был знаменит очерком, который был посвящен современной русской графике, ее тенденциям, ее поискам и находкам. Огромную роль в его судьбе сыграл вот тот самый Сергей Ольденбург, который числился в редколлегии журнала «Восток», который был одним из учредителей Азиатского музея, который нам известен теперь как Институт восточных рукописей, и который имеет такую международную репутацию как выдающийся будолог, теосов и так далее. О нем мы уже говорили в прошлый раз. Так вот, Ольденбург сыграл большую роль в судьбе Радлова и помог в избрании Радлова как раз профессором Института истории искусств, который возглавил граф Зубов. Вот тот самый знаменитый Зубов, блистательный портрет Зубова, кисти Булдини. Сейчас, по-моему, в Милане идет огромная выставка Булдини, выдающийся портретист эпохи символизма, десятых годов, мастер парадного портрета. Так вот, этот роскошный парадный портрет Зубова хранится в историческом музее, который искусствоведы прозвали кладбищем живописи. Потому что в историческом музее в Москве хранятся выдающиеся произведения современного искусства, ой, извините, вообще искусства, которые никто никогда не видел. И вот как раз Зубов основал Институт истории искусств, который и является прообразом современного Государственного института искусствознания, знаменитый Зубовский институт, профессором которого стал Радлов. Этот институт истории искусств также стал одним из ранних таких вот институтов истории искусств вообще в Европе. Вот, и таким образом Радлов заявил о себе также как спикер, он читал лекции и писал статьи не только как арт-критик, но и как историк искусства. Вот, он преподавал и в Академии художеств, и был членом правления издательства Академия. Вот, то есть, трудно, так сказать, не найти то место, где не отметился бы Радлов в художественной жизни Москвы, Петербурга, Петрограда и Ленинграда десятых-двадцатых годов. Радлов знаменит своим творческим содружеством с Михаилом Зодченко, изданием сборников сатирических, юмористических рисунков, веселые проекты, там, «Счастливые дни в двадцатые годы». Вот, то есть, это просто глыба его сотрудничества с издательствами, когда он оформлял и иллюстрировал произведения Марка Твена, Анатолия Франца, Чуковского, Волкова, Шишкова, Шекспира, многих-многих других. Потом известны его рассказы в картинках о приключениях птиц и зверей. Вот, как раз детская книжка, которая получила премию на выставке детской книги в Нью-Йорке в 1938 году. То есть, это такая глобальная личность и в истории русского искусства, и в истории отечественного искусствознания, и в истории критики, и в истории, и в теории искусства, потому что его пособие по рисунку до сих пор является, имеет неприходящее значение. Вот я сейчас сижу как раз в нашем кабинете на кафедре истории искусства, и наши выпускники, которые изучали рисунок, значит, вот подопострастно скативают, говорят, да, да, Радлов — это наша икона, наша икона, наше все. Ну, и, в общем-то, в отличие от Эфроса, он рано умер, так сказать, в годы войны, в 1942 году. И вот Радлов как раз знакомит нас с тенденциями нового современного искусства Франции и Германии, выстраивая вот эти вот диалоги, сопоставления и противопоставления, анализируя творчество экспрессионистов, вот с их лозунгом «назад к чувству», вот, сравнивает их с импрессионистами, вернее, противопоставляет импрессионистам с их лозунгом «прочь от природы». Вот, понятно, что импрессионисты, они основывались на новейших научных знаниях, оптике, физике, да, открытиях теории дополнительных цветов химика Шевройля, вот, невзирая ни на что, вот, они заявили о себе довольно смело, и вот очень тонко подмечает это Радлов. Вот, опять же, он касается темы войны, которая очень сильно повлияла на искусство Германии и Франции, на перемены, которые охватили экспрессионизм, и французское искусство говорит о том, что современное искусство Франции и Германии обуржуазивается и противопоставляет им нового мастера, блистательного рисовальщика, мастера ксилографии, линогравюры, бельгийца Франца Мазереля, личность которого становится культовой. Мазерель бельгийц по происхождению, но жил и работал в Париже. Вот что пишет о нем Радлов. Бельгийц Франц Мазерель – одно из самых популярных сейчас художнических имен в Париже. Это иллюстратор своими гравюрами на дереве, украсивший книги Ромена Ролана и других. Его упрощенный до крайней выразительности рисунок, декоративная прелесть больших, несколько геометризованных черных пятен указывает на связь его творчества с искусством последних лет. Но то, что делает его столь, несомненно, современным, в чем сказывается глубокое соответствие его искусства, настроения, культуры настоящего момента, это насыщенная содержательность, идейность его творчества. То есть вот этот идеологический ракурс, социальный ракурс, он опять же здесь обострен до крайности. Ну вот, пожалуйста, 20-й год, гравюра Мазереля «Церковь», где священник благословляет стреляющее орудие. Вот эти вот такие вот рисунки и гравюры, охваченные таким вот антивоенным пафосом. Вот видите, подпись из серии деревянных гравюр. Очень часто в 20-е годы говорили деревянные гравюры, гравюры на дереве. Сейчас, конечно, повсеместно используется греческий термин «ксилография». Вот, вы видите движение резца, такую вот экспрессию линий, силуэтов, упрощенность рисунка, из которого извлекается особая выразительность, значимость преувеличенных жестов, значимость света, как вот здесь, где человек, которого вот-вот расстреляют политические манифестации, противостояние несправедливой власти, вот иллюстрации из книги «Жуф госпиталь», которая также публикуется в этом журнале. То есть здесь еще Мазерель представлен как книжный иллюстратор нового толка, нового круга, который становится весьма и весьма популярным в Советском Союзе до 70-х годов. Очень много книг о Мазереле, его выставок и так далее, и так далее. Он был членом общества Франции и СССР, который там очень важную роль сыграл в развитии культурных связей. Из таких важных статей об искусстве я бы отметил статью в журнале 23-го года. Это статья Радлова, опять же, посвященная Пикассо. Пикассо был хорошо известен нашим зрителям и читателям еще в эпоху Николая II, когда Морозов и Щукин смело покупали его ранние кубистические картины. Действительно, вот когда бываешь в музее Орсе в Париже или в центре Помпиду, отчетливо понимаешь, что у нас лучшая в мире коллекция импрессионистов, лучшая в мире коллекция фавистов и Матисса. Там прекрасный Вламинк, Дюфи, Руо у нас есть, Кесвандонген из фавистов. Вот Матисса и Пикассо вообще представлены монографически. И вот здесь Радлова дает такой очерк в творчестве Пикассо, дает периодизацию его творчества, тенденции его творчества, начиная с 900-х годов. И особенно отличает, выделяет новый период, который начинается с 1920 года. Радлов называет его классическим и иллюстрирует этот период данными примерами. То есть он как раз отмечает вот эти вот неоклассические тенденции в творчестве Пикассо, которые сменяют так называемую негритянскую эпоху, период кубизма, о которой тоже пишет Радлов. И говорит о том, что на это в какой-то мере повлияла его женитьба, его брак с Ольгой Хохловой, балерины из антрепризы Дягилева, которая нередко служила прообразом и моделью многих его полотен. Также Пикассо оформляет поздние дягилевские балеты, например, «Синий экспресс», делает «Занавес». И в этом соприкосновении с русскими Радлов видит как раз тенденции неоклассицизма. Но, тем не менее, Радлов оправдывает его и говорит, что Пикассо – новый человек, и он стремится увидеть нового человека, создает образ нового человека в этих фигуративных полотнах. В этих фигуративных полотнах и рисунках он отмечает творчество Пикассо как рисовальщика. Радлов сам – первоклассный рисовальщик, мастер графики. И, конечно же, Радлов восхищается рисунком Пикассо, который лежит в основе его живописи, в основе его творчества, его виртуозной линией, его виртуозной наблюдательностью. Как бы Пикассо не искажал образ, фигуру, он имеет на это право, потому что это виртуозное владение формой лежит в основе его творчества. Вот здесь очень тонкое замечание делает Радлов, анализируя творчество Пикассо. Он говорит о том, что Пикассо в своих вот этих последних рисунках начала 20-х годов с другой стороны вдохновляется линией Энгра. Помните, Энгр – один из таких вот ярчайших представителей неоклассицизма, который был придворным художником Наполеона тоже. Блестящий рисовальщик. Во французской живописи и рисунке есть две линии – линия Делакруа и линия Энгра. Одна основана на таком вот колоризме, бурной красочной экспрессии. Да, вот Делакруа – романтики, которые ставили цвет, цветовое пятно, и вот эту бурную красочную стихию превыше всего, экспрессию живописную. Помните, как говорили критики о Делакруа? Он пишет, будто бешеный метлой. Делакруа и Энгр – современники. А Энгр представляет такую неоклассистическую линию, такой линейный рисунок изысканный, ему видна гладкая поверхность живописи, яркий локальный колорит, яркие такие гладкие цветовые пятна, отчетливость линий. И вот эти вот две линии, линии Делакруа и Энгра, проходят через все французское искусство вплоть до 20-х годов. Вот совершенно справедливо Радлов показывает вот эти две глобальные линии и говорит, что Пикассо просто наследует традицию. Здесь не только вот это вот влияние неоклассических вкусов его русской супруги Ольги Хохловой, но и некая традиция. Вот что пишет Радлов. «Для тех, кто знает прелесть живой, чувственной линии Энгра, эти рисунки – кощунство, как заспиртованная голова любимого человека. Можно расшифровать в искусстве Пикассо традиции Сезанна и Энгра, но почувствовать их нельзя, как нельзя восстановить манеры и речь человека по скелету». Вот так очень тонко он характеризует Пикассо, его связь с традицией. Энгра, конечно, выдающийся рисовальщик, один из лучших рисовальщиков всех времен и народов. Если взять 10 выдающихся рисовальщиков, это будут два греческих вазописца, Ефроний и Экзекий. Рафаэль, Леонардо, Энгр войдет в эту десятку, Шишкин, которого ценят не столько живописца, сколько рисовальщика, Рембрандт и, конечно же, Энгр. Ну и следом Пикассо. Не будем забывать, что Радлов относился к той редкой элите нашего искусствознания, истории коллекционирования, которые разбирались в рисунке. Понимаете, графика – особый вид искусства. Даже был такой журнал в 20-е годы, четыре искусства – архитектура, живопись, скульптура, графика. И вот так получилось в нашей традиции, что графику рисунок как-то не ценят. Потому что, если, например, вы приедете в Лондон, там очереди на выставку рисунка, графики, акварели. Это будет какая-то очень традиционная манера и техника. Например, название выставок самых современных «Птицы Англии». Вот уже сто лет прошло. Каждый год Королевское общество акварелистов проводит эту выставку. Там как в атласе по орнитологии. «Птица Гагара», «Развод ее крыла», «Оперение самки», «Оперение самца», «Гнездо», «Кладка яиц», «Вкрапинку», «Пятна такие-то». И для британцев это просто «Верх рафинированности». Или там название вот таких выставок – «Рисовальщиков и акварелистов». «Луговые и сорные травы Англии». «Очереди» там, «Сенсация», «Все коллекционеры скупают». Мощный рынок коллекционеров искусства. «Кристис» и «Сотбис» проводят аукционы, графики, рисунка. Мощная каста коллекционеров, графики и рисунка, гравюр в Соединенных Штатах, Великобритании, Франции, Германии. Специализированные салоны, коллекционеры. В России этого как не было, так и нет. Последними были тот самый Алексей Сидоров, который мы упоминали в прошлый раз. Тоже арт-критик, коллекционер, возглавлявший эксцентричное общество «Долой стыд». Общество прообраз нудизма, которые ходили с голубыми ленточками, обнаженными по улицам городов, пропагандируя на туризм. И Радлов. На них все завершилось. Вся эта культура шла над мир искусников, безусловно. Была связана с книжной культурой, изданием журналов, книг. Поэтому вот эта тема «Всемирки» здесь звучит не случайно. По сути дела «Всемирка» стала и книги издательства «Академия». Вообще вот наше издательство советские 20-30-х, 40-х, 50-х, 60-х годов стали последним прибежищем, пристанищем рисовальщиков, гравюром. Это андерграунд. В большой художественной жизни нашей страны графики – это маргиналы. Что в советские времена их всерьез не воспринимали. Там есть большое искусство, станковая картина, где идеи труда и подвига советского народа, где идеология, где цензура и какие-то там рисовальщики. Что в наши дни. И наоборот, в странах Запада – это один из самых продвинутых, рафинированных видов искусства, который может позволить себе консервативность. Вот как ни странно, графика современная в странах Запада сохраняет консервативность, пристрастие к приверженности фигуративной форме, традиционализм, связь с традиционным форматом книги и так далее. То есть крупный коллекционер может собирать, я не знаю, Демиана Хёрста, какие-нибудь инсталляции, акулу Формалини. И тут же вторая часть его коллекции – это всякие рафинированные рисунки, гравюры и прочее, которые по контрасту совершенно иначе выглядят. И обычно коллекционеры графики хранят свои произведения в папках. Их не принято инсталлировать, выставлять. Их можно выставлять только в течение двух месяцев зимой, когда слабый зимний дневной свет, который не разрушает бумагу. Поэтому графику хранят в папках. Если вы пришли к коллекционеру, вам ее достают из папок и показывают. Или, если это состоятельный человек, он the best of своей коллекции инсталирует в помещениях своей виллы, своей огромной квартиры. Там такие раздвижные перегородки, стеллажи. Стена раздвигается, и вы видите слой каких-то рисунков и гравюр. За ней там еще одна раздвижная перегородка. Потом они сдвигаются, потому что для бумаги разрушителен дневной свет. Разрушается основа, разрушается бумага. Она желтеет, превращается в труху и так далее. Они появляются пятна. Поэтому действительно, Сидоров, Радлов, на этом все завершилось. И вы, уважаемые текстологи, филологи, вы как раз способствуете сохранению этого андерграунда, который до сих пор исторически сложился в нашей стране почему-то. Графика – это что-то такое маргинальное, стоит копейки. Можно в рисунок или в гравюру хлеб завернуть. Там в советские времена такое случалось часто. Сдать макулатуру. А если вы придете в магазин, это будет на антикварный салон или на обложку. Это самое дешевое будет, что можно покупать за копейки. То есть вот здесь у нас как не было рынка и культуры коллекционирования, так и нет. Хотя это было и это сложилось у нас, я еще раз повторяю, благодаря мир искусникам, символистам, а потом уже в 20-е годы благодаря как раз всем этим крупным коллекционерам – Сидорову, теоретикам, арт-критикам, Радлову, Эфросу, которые просто уделяли рисунку огромную роль и возвели его в разряд культа. И, соответственно, это было связано с культурой новой обновляющейся книги. Здесь смело заявляли о себе новые художники. Ну вот целые статьи Мазерелли появляются в следующих номерах. То есть он приковывает к себе интерес Радлова уже в Нобере за 1924 год. Радлов посвящает Мазерелю огромную статью, которая говорит о выдающейся роли формирования тенденции в искусстве, которую играет этот художник и, опять же, проводит такие генетические линии, восходящиеся к рисунку и такому социальному пафосу Давида, художнику революционной Франции и так далее. Отмечает гротескность и величие рисунков Мазереля, их социальный пафос. Ну, в общем, такие небольшие, но очень яркая статья, которая имеет неприходящее значение. Вот еще раз рисунки Мазереля, который противопоставлен неоклассическому Пикассо своей экспрессивностью. Вот такие вот визуальные ряды у нас сформировались сегодня как раз в анализе вот этого журнала «Современный Запад». Жорж Брак и Анинков, обложки журнала «Испри-Ново», «Испри-Ново» как попытка создания нового формата, нового образа литературного и художественного журнала. Вот эти вот замечания Маяковского, которые противопоставляют ранние и поздние творчества. Кесван Донгена, Брака, Меценже. Вот это, кстати, ксилографический портрет Эфроса, работы Шпинеля 1926 года. Вот еще раз пролистаю. Вот слащавый Пьеро Меценже и его ранний кубизм. Вот салонный, вот такой обуржуазившийся, и кубистический, неоклассический Пикассо. И вот новое видят как раз в графиках, в рисовальщиках, в Георге Гроссе, в Мазереле, в Хансиарпе, в графике дадаистов. Вот что привлекает в первую очередь. Все остальное подверглось влиянию салона. Почему? Потому что книга и журнал, они как бы не настолько ангажированы рынком, как живопись или скульптура. И здесь больше свободы и больше возможности для каких-то смелых манифестаций, в том числе политических. Ну вот, наверное, на этом я завершу. Спасибо за внимание. Буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, Кирилл Николаевич. Очень, мне кажется, интересная и полезная лекция и абсолютно особый взгляд, конечно, искусствоведа на журнал «Современный Запад». Мне кажется, что мы еще к этим темам вернемся в связи с иллюстрациями, с обложками книг, с художниками, работавшими для всемирной литературы. Вот, поэтому мы сейчас вам очень благодарны за такой очень глубокий и разносторонний обзор журнала. Есть ли какие-то вопросы у наших слушателей? Вы можете сейчас их задать. Вот, я просто не вижу, кто-то задает или нет. Спасибо большое, Кирилл Николаевич. У меня вопрос по поводу содержания других номеров современного Запада. Есть ли там тоже какие-то искусствоведческие статьи или они вот почему-то главным образом сосредоточены в двух номерах? Я рассмотрел три номера, да, 22-го, 23-го года. По-моему, еще один номер 24-го года. Вы знаете, очень неровно все распределено вот в других журналах. Вот, Анна, дадите мне вот те, да. Очерки, посвященные искусству, отсутствуют полностью. Они посвящены литературе, драматургии. Вот, например, второй номер за 23-й год, первый номер за 24-й год. Только совсем коротенькие обзоры в завершении журнала. Что, где, какая выставка там открылась. В Париже, в Берлине. А вот таких глубоких аналитических статей уже нет. И, вероятно, это связано с работой Радлова и Эфроса в других направлениях, да. Потому что, как я уже сказал, анализируя их биографию, они были очень востребованы и просто перегружены, по всей видимости, вот в поздних выпусках журнала они уже не принимали участия. Хотя, наоборот, в 24-м году Франция признает Советский Союз, да, уже открываются границы. В 25-м году мы участвуем официально во всемирной выставке в Париже. Вот, но вот эту роль берут на себя уже другие журналы. Вот, появляются другие художественные журналы, имеющие чистый такой вот художественный профиль, с которыми начинают сотрудничать Радлов и Эфрос. А современный Запад становится таким вот чисто литературным. Поэтому очень неровно этот материал разделен. Спасибо. Так, Евгения Викторовна. Вы знаете, Кирилл Николаевич, спасибо вам, во-первых, за замечательную совершенно лекцию, очень глубокую. Вот, но тут, мне кажется, не всегда вот там отсутствие или таких вот глубоких искусствоведческих статей, оно не всегда связано с какими-то, понимаете, с какой-то линией журнала или чего-то, потому что, мне кажется, вообще вот Аненков, он вообще был очень эклектичный человек, он участвовал сразу везде, вот. И, мне кажется, просто не было человека, который вел бы вот эту линию там в журнале художественную, да. Потому что, на самом деле, у журнала была очень трудная история в том смысле, что, ну, например, он постоянно не нравился Горькому, и вообще Тихонову, и Чуковскому, и Замятину приходилось очень много прилагать усилий, чтобы, так сказать, вот вообще его поддерживать. Там все пропускало, не пропускало цензура без конца. Он издавался в очень сложных условиях уже. То есть он не был, как вот, например, там, допустим, Весы или по истории Весов, или там по истории Мир Искусства, когда они были полноценными хозяевами этого журнала, да, и там на редакционном совете они там решали, что вот интересно, что неинтересно. То есть был четкий, как бы, хозяин, вот Дягилев, допустим, да, и вот на него, как бы, вот шла какая-то ориентация. А здесь им приходилось очень схитряться для того, чтобы вообще какой-то журнал вот пройти через одновременно Горького цензуру и еще что-то, вот. И журнал все время был на грани закрытия, так что это скорее уже были такие партизанские художественные вылазки, которые удавшиеся вот в этих условиях 20-х годов, потому что скоро... Это все же начало 20-х, да. И скоро все прекратилось. Плюрализм художественной жизни, вот действительно, вы правы, так сказать, вот у меня даже Яков совершенно справедливый вопрос задал. У меня все статьи завершаются, основной корпус статей 22-23 годы. Журнал 24-го года, одна статья Мазерелли, да, который как бы социально ангажирован. Все, да, 24-й год, все это прерывается. Вот ранние номера 22-23, они действительно очень смелые тексты содержат. И, кстати, эти статьи не вошли в такой канонический сборник статей Эфроса, изданный в советские времена издательством искусства. Был такой канонический сборник, туда вошло все. Его такие статьи, опубликованные еще в духе мир искусства, там все. Вот эти статьи, ни одна статья из современного Запада в этот канонический сборник не вошла. В тадаизме там этого нет ничего. Когда вы говорили, интерпретировали обложки, я хочу вот еще обратить ваше внимание тоже. У меня сразу была такая ассоциация вот на рисунке Фаворского к книге Флоренского «Пространство Эвклида». И там очень похоже просто. То есть это оказало влияние на Фаворского, я думаю, тоже. Вот эти вот течения. Ну да, это же… То есть не пространство Эвклида, Господи, что я говорю. Мнимости в геометрии. Мнимости в геометрии. Да, оформление Фаворского. Это время как раз в Хутемаса, да, когда и Фаворский был во Хутемасе. Но во Хутемасе главенствовали левые. Прежде всего Родченко, Татлин, Попова и другие, которые выживали других. Например, Кандинского обвинили в мистицизме, да, Теосове. В общем-то его отъезд из России связан с травлей, которую развернул Родченкову в Хутемасе. Да, Фаворский чудесным образом как-то уживался. Он как-то и с левыми находил общий язык. И на его лекции, посвященные иконе и богословию, ходили те же самые ультралевые авангардисты. Вот, и удалось вот эту выставку отреставрированных икон Троица и Богоматери Владимирская сделать в залах в Хутемаса, то есть Трогановского училища императорского бывшего. И появляются такие диалоги авангарда и иконы. У Татлина, у Родченко неожиданно увидели, значит, не богословский, а такой формальный, такой геометрический, да, тоже язык иконописания. Особенно любили такие необычные иконографии, там, с кругами концентрическими, квадратами. Ну, есть такие иконографии, вот, Фаворский их рисовал мелом на доске, а эти просто вот восхищались и сделали... У меня есть статья просто на эту тему, где все эти сопоставления есть. Поэтому, действительно, вот эта среда в Хутемаса, опять же, первой половины 20-х годов, когда плюрализм в художественной жизни еще сохранялся, потом он постепенно стал вымываться, да, наверное, там, после 24-го года. То есть, постепенно стала меняться и идеологическая атмосфера, да, и цензура все больше и больше заявляла о себе. А у Флоренского, кстати, в архиве есть такой редко публикуемый, такой отрывок по поводу иконы Божьей Матери, вот, выставки этой. Вот, очень-очень интересный. Какой отрывок иконы? И посвященный вот этой выставке, по-моему, в Хутемасе, я не помню, где, когда выставлена была впервые вот отреставрирована икона Владимирской Божьей Матери. Да. У Флоренского есть такой, там, такой... Типа, даже непонятно, как это квалифицировать, то ли дневниковая запись, вот. Потому что она без заглавия идет, и она хранилась как что-то такое просто... Ну, вот... Неопубликована, да? Ну, как бы на случай обыска, как бы она так вот как-то хранилась. Непонятно, вот, это отрывок. Интересно. Ну, вот, в роде Андроник его опубликовал в последнем издании. Кто опубликовал? Ну, отец Андроник, вот, внук. А, опубликовал этот фрагмент, да? Да, да, да. Спасибо, что сказали, потому что история интересная, интригующая. Это же, по сути, открытие древнерусской живописи. Она была под записями, ее никто не видел. Она вся была записана, покрыта потемневшей олифой, слоями записи. И вот эта научная реставрация, которую начинают Грабарь и другие в 18-м году, когда можно было изымать из церкви свободные иконы, да? Ну, да. И вот работа всех Флоренского, да, вот этого там по иконописанию, вот, и работа Алсуфьева, графа, вот это все по, так сказать, ну, как бы открытию древнерусской. Да, открытие, восторг, открытие. И при этом, а вот, Анна, где-то тут была сборник такой из Венеции, статья там, я скажу коллегам, как называется, я тоже писал об этом, Павел Флоренский и искусство, что-то такое. Это, а где вы писали? Так, сейчас, ну, там, сейчас я ее найду, минутку. Ну, вот, если мы к вам придем в гости, вот вы нам покажете. Давайте я найду, действительно, эту книгу. Это в Венеции, там, где-то лет восемь назад была конференция, и у меня такая была большая развернутая статья, которая вот это все анализирует. Так вот, Кандинского они ненавидели, всех этих последователей теософии, учеников Кандинского, вот, буржуазный мистицизм, вот это, оккультизм, вот это все они не любили. А здесь, как ни странно, вот, к Флоренскому его личности, Попова и Розанова ходили даже к нему домой, там Флоренский читал какие-то лекции, его в Хутемасе читал. Ну, он читал вот этот анализ пространственности, они опубликованы эти лекции. Да, то есть, вот, они и богословские лекции его слушали, и лекции об иконописи, вот, то есть, как-то ему удавалось донести. Ну, вы знаете, он же был таким одним из этилоков, маковцем, он же много общался с Ефимом. Художниками, да, действительно. Да, он много общался с художниками. Он привык общаться с художниками, видимо, понимал, как надо с ними общаться. Вы знаете, у него же абсолютно гениальная художница-сестра Раиса, которая рано умерла, вот его любимая сестра, она такой вот, ну, в общем, это мало кто знает. А на среде его сестры сохранилась? Ой, это, оно сохранилось. Я впервые слышал. Оно сохранилось в очень ненадежных руках. Фрагменты, да? Вот, в принципе, сохранилось, но оно дома сохранилось. И вот, с моей точки зрения, в таких случаях... Фактически оно неизвестно, вот бы его... Да, но было две выставки. Были две выставки. Да, было две выставки. Вот, но она потрясающая художница, совершенно просто фантастическая. Но, к сожалению, рано умершая, вот у них наследственная болезнь, туберкулез, она умерла. Вот, и она такая немножко блаженная была вообще. В общем, это особое. Ну, в общем, поговорим. Вот, очень хочется попасть к вам на кафедру и посмотреть... Да, может быть, Ирина Николаевна...